Добрый вечер! Сегодня будет обзор на такой вот аквариум от Magnum Gear модель Neo Cube 2 Торжественное вскрытие! Бум! Вот! Знаете, первое, что я увидел, когда его распаковывал, это его пылевой фильтр на дне, и он мне очень-очень понравился. Посмотрите, прекрасный, замечательный фильтр. Да и я думаю, что было бы странно, на самом деле, если бы здесь была бы какая-нибудь дичь, типа сетки на магнитах, потому что корпус стоит 12,5 тысяч сейчас на онлайн-рейде, возможно, где-то есть дешевле, на каком-нибудь там Яндекс Маркете или на Зоне, кстати, бывают случаи такие. Перфорация сбоку, двойная аж сверху крышечка, корпус полностью стальной, никаких алюминиевых вставок, деталей у него нет. Корпус ATX формата подразумевает охлаждение снизу вверх и установку SGO до 360 миллиметров на боковую стенку. Откручиваем верхнюю крышечку. Верхняя крышечка достаточно приятная, между прочим. Тут у нас стекло должно доставаться наверх. Да, ведь? Да, наверх. Стекло почти без тонировки. И как бы это ни хотелось, но 420-ю воду наверх вы поставить не сможете. Ни наверх, ни вниз. Максимум 360 радиатор. Но зато, учитывая, что здесь очень много пространства сверху, вы сможете без труда поставить самую жирнющую водянку на 360. Все, нет, не все, отверстия под кабели здесь с резиночками, вот который прямо над материнской платой, тоже с резинкой. Причем странно, почему-то для процессора резинки нет. Размер под видеокарту 430 миллиметров. Под кулер мало почему-то под кулер. А почему так мало? 150 миллиметров под кулер. По брошюрке. Брошюрочка вот такая, достаточно понятная, приятная. И в ней указано, что 148 миллиметров у нас под кулер процессорный и 410 миллиметров для видеокарты. В коробочке с аксессуарами только хомуты, 6 штук и винтики. Так вот еще интересно тут сделано, что вот есть вот эта вот часть верхней крышки, она, ну, съемная, да, и вот эта часть, она тоже съемная, и они отдельные. Зачем-то. Ну, собственно, вот крышечка есть. А что она открывает? А, она дает возможность открыть боковую стенку. Да ладно? Это странно достаточно. Вот, чтобы открыть вот эту боковушку, нам нужно снять, получается, вот эту вот длинную панельку. И она точно так же снимается наверх, как и стекло. Проклеена она вот здесь по центру мякушкой. Сделано это для того, чтобы вот эта вот пластина, которая держит жесткие диски, SSD диски, она при контакте вот с этой крышкой, она не издавала никаких вибраций. И самое интересное в этом корпусе, наверное, самое интересное, это вот это вот пространство, которое вы можете использовать для второй системы, мини-ITX системы. Здесь вот две заглушечки для лоу-профильной видеокарты какой-то. И заглушечка под материнку, которую вы здесь откручиваете. И у вас сюда встает материнская плата формата мини-ITX. И сам продув, получается, вот этой мини-ITX системы, которая здесь у вас стоит, он осуществляется с помощью вот этой перфорации. Неплохо достаточно. Я, честно, даже подумать не мог, что здесь вот такая вот есть фишечка. Кронштейн под жесткие и SSD диски. Сделан достаточно хлюпенько. Почему-то здесь только у него одно ребро жесткости. Из-за этого он хлюпенький. Хотя по факту металл-то здесь как бы нормальный. Просто загнут с одной стороны. Компоновка там может быть абсолютно разная. Поэтому вы, если у вас вообще SSD дисков нет, вы можете на нее и чисто жесткие диски прикрепить. Здесь место под блок питания. Блок питания обычный формат ATX. По кнопочкам. Кнопка включения, сброс, две кнопочки, которые отвечают за регулировку подсветки. Тут какой-то режим и какая-то кнопка режим, какой-то цвет. Совместный микрофон-наушники Type-C и два USB 3.0. Что еще здесь нужно знать? Высота ножек. Давайте померяем высоту ножек. Под забор воздуха 20 миллиметров. Неплохо. Нормально. Не помню сказал или нет. Вот на задней стенке вентилятор поставить вы никакой не сможете. Здесь просто красивая перфорация и все. Отверстий под крепление никаких нет. И с точки зрения продува вентиляторы, которые будут у вас стоять снизу, они подают чистый свежий воздух на видеокарту. И от видеокарты этот теплый воздух выбрасывается через верхние вентиляторы. А уже от процессора я считаю логичнее ставить радиатор сюда. И вообще я подумал, что если даже что-то будет тут мешаться на крайняк, вентиляторы можно поставить вот с этой стороны, а радиатор изнутри. Сейчас все соберу и покажу. Здесь есть какая-то подсветка. Ну, собственно, и вот подсветка. Максимально строгая, максимально незаметная. Она прикрывается частью стекла переднего. Буковка М за режимы отвечает, а верхняя отвечает за цвет. При зажатии кнопочки М можно полностью отключить подсветку. По правде сказать, мне вот еще понравилась сама сборка корпуса, что никаких зазоров больших нету. Все прям в притирочку стоит, деталька к детальке. Хорошо собран. Тест на виброудароустойчивость. А, это заглушки такой звук издают. Все, я понял. Не, ну, в целом, конечно, в целом можно, конечно, виброизоляцию ему сделать, но я не буду. Спасибо, что смотрели. Обнял. И пока. Здравствуй. Что можешь сказать по данному корпусу? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok